Современная косметология настолько далеко шагнула вперед, что мы, простые обыватели, не всегда за ней поспеваем. Это отставание, в свою очередь, рождает много мифов и домыслов. Некоторые из них мы постараемся развеять, и поможет нам в этом врач-косметолог Татьяна Николаевна Евсеева. Очень много специалистов, которые работают по определенным правилам, например. Кто-то любит аппаратные методики, кто-то любит лазерные методики, кто-то на инъекционных методиках. Пациент себе выбирает того доктора, которому ему больше всего понравилась консультация, понравилось местоположение, грубо говоря. Понравилось то, что доктор максимально рассказал о своей работе, показал какие-то фотографии о своих пройденных работах для сравнения. Пока противники инъекционных методик жарко спорят о них в соцсетях, число поклонниц всевозможных уколов красоты растет день ото дня. Тем, кто еще не нашел своего доктора, стоит быть внимательным и даже подозрительным. Вы должны знать, куда вы пришли, в какой медицинский центр. Имеет ли он лицензированные методики, имеет ли лицензированные препараты, сертификаты соответствия. Это очень-очень важно сейчас, потому что на рынке очень много тех препаратов, которые не сертифицированные у нас в стране, которые завозятся легально. После каждой процедуры вам доктор всегда обязан выдать сертификат соответствия. И сертификат, где будет указано наличие информированное согласие, где будет указано, какой препарат доктор использовал, в каких количествах зоны введения его, поставить свою роспись, дату выполнения данной процедуры. И чтобы вы обязательно расписались, чтобы вы были согласны данную процедуру. Поэтому это защищает вас от различных каких-то последствий. В ситуации, когда возможности косметологии такие широкие, это порождает и различного рода злоупотребление. Если пациент хочет пухлые губы, например, как у глянцевых девушек из журналов, ну, желание пациента в любом случае всегда в приоритете, да, у нас. Поэтому я максимально всегда говорю, как будет, как должно быть, не испортите ли вы свое лицо, да, теми же самыми большими надутыми губами при избыточном количестве гиалуроновой кислоты. Сейчас пациенты стремятся к тому, чтобы все-таки быть более естественным. Каждый стремится подчеркнуть свою индивидуальность, свое превосходство и выделить какие-то определенные черты. Еще одна предмета правильного врача-косметолога – его готовность сотрудничать с коллегами других специальностей. Косметологи сейчас, врачи, очень много акцент делают на различные комбинации с другими врачами. Сотрудничают не только с пластическими хирургами, там, гинекологами, сосудистыми хирургами, для того, чтобы максимально пациент был доволен, и это было безопасно, и не навредило ему в качестве здоровья. Потому что есть очень много противопоказаний к тем же самым эмоционным методикам. В наши дни есть все, ну или почти все для того, чтобы выглядеть моложе своих лет. Главное помнить, что косметология – это направление медицины. А в этой сфере не бывает все легко и просто.